У плане захования исторической памяти Жлобинский район можно держать местом особливым. Именно в это тут находится один и у свете мемориал детям ахвером войны. Именно в это сюда и разом со своими детьми проезжают организаторы турниру, присвеченных Дню Перамоги. За 10 годов основания мемориала ягона ведала больше 1,2 млн человек. Экскурсоводы кажут, что обаяковым не застаётся никто. Тут нема танков и гармат, а для класса под открытым небом с партами, за которые николь не сядут школьники. Яблоневый сад и площадь солнца ураживают навык больше, чем военная техника. Вроде бы, но дети есть дети. Они начинают свои шибутные действия, как и мы, в принципе, росли всегда. Но к концу экскурсии слёзы, к концу экскурсии даже были рыдания. Город Жлобин для проведения турниру по мини-футболе выбрали не вопадково. В опочтние годы тут обыдываны сучасный спортивный комплекс, где можно проводить с поборницей на высоком узровне. Палас гульнявых видов спорта умешая полторы тысячи глядачов, золиком того, что у выход на турнир свободный, присти на трибуны мог кожны жидаючи. Уречте, не так часто на одной пиадсоции сбираются стольки силовиков. Гэта кубок переможца выраблена по специальному заказе. Аналогу ему в свете больше нема, але каштавность кубка не только у гэтам. И он у знагорода самой лепшей команды первого турнира по мини-футболе в истории Следующего комитета. Во первом открытом турнире Управление Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области по мини-футболе у дел приняли шесть команд. Обращая непосредственно организаторов сборная Центрального аппарата Следующего комитета, областного управления внутренних справ, прокуратуры, пограничного комитета и управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. У нас еженедельно занятие ФИЗО. По пятницам мы занимаемся футболом один час. Мы этой командой постоянно играем. Поэтому у нас с игрностью все нормально. Кожный матч – это два тайма по 10 квелин. Каб поспеть выиграть, необходимо постоянно атаковать, что надоест с поборницам особливую видовищность. А мальпрос 6 к 11 поборницам становится ведомыми выники. Головный приз у команды Управления Следующего комитета по Гомельской области. Третье место у их коллег с Центрального аппарата. Помимо сборной пограничников, взять реванш тех, кто не трапил у тройку переможцев, смогут в наступном годе. Правда, конкуренция будет еще больше жорсткой. Организаторы мают намер повелечить сколькость команд и провести другие турниры уже у статусе международного. Команды Следственных комитетов Российской Федерации и иных стран, которые высказывают заинтересованность. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Я имел обстоятельную беседу с мэром города. Он понимает необходимость и значимость этого турнира. Надеюсь, что все будет организовано. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, Телерадио компания Гомель, Жлобинский район.